Здравствуйте, дорогие дамы и господа! Я прекрасно понимаю, что вы заждались серии про наш Subaru Legacy, какой бы он ни был. Собственно говоря, в крайней серии, в конце, в самом конце, я сказал, что блин, мне не нравится, как выглядит эта тачка. Она выглядела, как кусок говна. И самое правильное выражение по этому поводу, это Subaru средней удроченности. Именно поэтому мы начали прикладывать наши ручки. Но думаю, чтобы оценить весь вот этот вот путь изменения и итог, вам нужно посмотреть, что мы с этой тачкой делали. И да, одна серия у нас немножечко по поводу бездорожья не вышла. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Мы прекрасно понимаем, что самый нудный для вас контент, это как раз-таки покраска. Это где? Вот это вот, 6 часов, одно крылот и вот это вот диджей ми... А-ля шпаклевка. Здравствуйте. Вот тут вот мы трем, короче, уже грунт. Вот здесь мы все пасти, да. Я скажу так, это стоило очень больших денег, изменение нашего автомобиля. Но тем не менее, мне кажется, у нас получилось. Так что, дамы и господа, встречайте, мы наконец-то из гадкого утенка сделали ствол. А-ля шпаклевка. Если говорить про стоимость изменений, давайте просто посмотрим, что мы сделали с тачкой. Во-первых, передний бампер с губой, средняя стоимость на разборках 7500 рублей. Мы не будем сюда вписывать покраску, потому что у нас не получилось найти бампер цвет, его пришлось красить. В разных городах разная стоимость покраски от 3500 за элемент до бесконечности. Далее. Два передних крыла. Левая получилась в цвет, правая получилась не в цвет. По 1700 за крылышко. Далее. Новые пороги. Можно купить задвушку с дефектами креплений, клипс, вот этих всех вещей. Так что обычный нормальный стоит 4 рубля. Перейдем на водительскую сторону, как раз таки на правую. Здесь у нас, можно сказать, что изменения, в общем, коснулись практически всей бочины. Крыло, как я уже говорил, 1700. В районе трешки водительская дверь. Задняя дверь была целая, но у нее был поцарапан молдинг, и я купил ее в цвет. Ну, могу себе позволить, потому что она стоила 1600. Ну, около того. Можно, кстати, везде нормальные двери стоят трешку в сборе. Так что тут, ну, вы сами понимаете, задний бампер мне пацаки с нашей огромного комьюнити Красноярска подогнали бесплатно в цвет. И задняя губа, в принципе, весь обвес комплектом стоит примерно 12-13 нормальных тысяч рублей. Ну, и также, конечно, на задней части вы, наконец-то, я думаю, заметили, что у нас вернулась надпись Legacy. Теперь наш вот этот вот УЭС, задний комплект фонарей, он целый. А обычно дверь продают в сборе за пятак, и отдельно эту штучку не продают никаким образом серединку. Но мы выхватили, потому что у нас есть корифаны на разборке. Кстати, спасибо большое, разборки субаров, у них самые нормальные запчасти. Что касается того, что тачки приходят с нормальным пробегом, и запчастюльки все свеженькие, как беляши у бабушки. Субтитры сделал DimaTorzok Что мы сделали с подвеской? Как вы помните, у нас была даже немножечко завышенная, повышенная подвеска. Это были стандартные стойки Кояба на двухсантиметровых проставках сверху на стаканах. Дедовские проставки, вот эти Digital Dedal Technology, все это работает. Или как это, ну там различного рода они называются. В общем, собственно, мы их нахрен выкинули и замутили колы куска, фуллтапные. Реально, куски просто муа. Я ездил на различного рода подвесках на ХКСах, на КТСах, на китайских МДУ. Пошли горить и в аду, черти, кто создал АДЖСовские стойки МДУ. Блин, их отдельный котел. Типа это те стойки, которые я дул 37 тысяч рублей, выехал в первую весну, поймал две кочки и пшшш, у тебя потекло все. А потом ты узнаешь, что у тебя еще загнул нечаянно шток, но ничего не произошло. Ты даже не успел навалить. Поэтому куски, или ХКС, или бильты, вообще пушка. В общем, все это дело сюда поставили, раскатали арочки. И вот сейчас у каждого Субаро вода, вот оно просто сердце бьется уже с начала ролика, как он увидел, как выглядит тачка. Знаете почему? Потому что диски не золотые. Потому что Субару не синяя. Потому что три пятерки нет. Я это все долбил в одно место. Это некрасиво. Это бескреативно. Самое глупое, что можно сделать Субару, купить, сука, ее синюю и поставить на золотые диски. Это просто ты подписался, вот здесь креативность, ноль баллов. Мы запихали сюда 9,5 дюймов ширины диска на 22-м вылете на 18-м размере. И выглядит все это наконец-то красиво. При том, что мы убили три дня для того, чтобы выставить заднюю часть автомобиля, чтобы она не была немножко вверх, не была немножко вниз, чтобы арочки... В общем, когда мы первый раз ее опустили с подъемника, она просто легла на резину. Чтобы вы понимали, нам примерно на 2 сантиметра пришлось раздуть задние арки. Да, это все трудно. Да, это все долго. И в принципе, ты просто, чтобы выставить машину на одном уровне, чтобы нигде ничего не терло и нормально ехало и все закрывалось, у нас ушло три дня. И, честно говоря, результатом я бескрайне доволен. Да, кстати, ребята, мы вам практически в каждом выпуске рассказываем про то, как можно себе притащить тачку из Японии под конструкторы, под документы. Ну, ладно, это кривая схема немножко, но не суть, это уже ваша личная ответственность. В общем, у нас есть наши друзья, наши партнеры, которые называются Priority Auto. Эти ребята уже как минимум в Красноярск привезли, я знаю, что три тачки. Доставили быстро, доставили красиво. Мы их уже скоро будем снимать. Они на самом деле просто красавчики. Во-первых, почему? Там вот у меня прям есть список, почему они красавчики. Во-первых, прозрачная история абсолютно всех автомобилей, которые они могут вам предоставить, которые они, собственно говоря, будут согласовывать с вами, если вы будете покупать через день тачку. Абсолютно прозрачная история. Следующее. Зайдя на их сайт, вы можете открыть каталог, открыть статистику и посмотреть те или иные автомобили, которые продавались, продаются и по какой цене. Например, можно открыть сейчас, давайте нашего Subaru откроем. Вы сейчас прекрасно видите, что, да, тачки по экологическому классу немножечко не проходят. Обычно эти автомобили везут именно себе самому под запчасти. То есть, если у вас есть какой-нибудь убитый субарик, вы себе покупаете такого же, везете пилой или конструктором и все красиво переставляете в своего. Ну, обычно эти тачки, ну, просто, ну, под полную пошлину уже не везти, потому что евро 4 не проходит. Там достаточно много причин. Собственно говоря, эти ребята до конца марта замутили офигенную акцию. Поэтому, я думаю, вам стоит, если у вас есть какие-то пожелания или желание приобрести японский автомобиль именно с аукциона, без пробега по России, я думаю, вам нужно зайти как раз-таки на их сайт, связаться с менеджером. Там, кстати, очень адекватная поддержка, которая абсолютно ответит на любые вопросы, расшифрует абсолютно все аукционники. Не будет скрывать никакие там ни царапины, ничего, потому что японцы все это пишут. А покупка автомобиля на японском аукционе, это минимум экономия от 10 до 30 процентов. Поэтому я, если сейчас, особенно сейчас доллар скачет, поэтому проходите обязательно на сайт Priority Auto, они также занимаются спецтехникой. Заказывайте автомобили и пользуйтесь их услугами. Парни просто красавчики. Все прозрачно, все красиво. Абсолютно везде по всем вопросам логистики, доставки автомобилей с Японии до Владивостока, с Владивостока в любой регион, все решает по красоте. Так что, ребятки, ссылки в описании. Мы с этими ребятами уже сами работаем. Вы спросите у меня в первую очередь, Брайтан, что поменялось-то? А поменялось абсолютно все. Во-первых, Subaru и так хорошо рулится для среднестатистического седана. Ну, то есть, как бы мне не было грустно это признавать, но, например, если сравнивать этот автомобиль с обычной овощной колдиной, ну, то есть, это конкурент овощной колдиной. Тут нет турбины, тут нет ничего, тачка рулится офигительно. А на коллах и больших колесах, просто X3, чувак. Вот ощущение, знаете, как после того, как ты ездил на стоковом турике, на вот этой каше-малаше, которая, о-о-о, щека убивает в повороте друг, все лицо, и соседей твоих по сидению. И сразу ставишь колы, тачка сразу становится жесткой, взбитой. Это мне безмерно нравится. Особенно, когда тачка именно взбитая. Не вот, не колотушка, как заниженная девятка на отрезанных пружинах, а именно взбитая подвеска, когда она начинает работать только после 50 км в час. Когда немножко есть, медленно едешь по кочкам, такая мелкая дрожь. Обожаю. Просто нравится. Ну, это чисто мне нравится тачка, потому что я для себя строил, правильно? Что касается всего остального. Конечно же, вы спросите, братан, здесь вложено огромное количество денег. Огромное. Стоило ли оно того? Пацаны, ну как вы думаете? На данный момент мы отрепетировали абсолютно все петли в автомобиле. Мы отрепетировали абсолютно все замки. На данный момент тачка открывается, закрывается практически как новый автомобиль. Возможно, есть там какие-то вот еще резиночки, да, конечно же, возраст берет свое. Но тачка, она как новая. У меня еще не было автомобиля, которому, вот понимаете, не до чего докопаться. У меня еще такого автомобиля не было. Ну, был, конечно, салон, там что-то брали, но это совершенно другая история. И я просто дико кайфую от того, что здесь стоит весь контрактный салон с распила. Короче, с турбо-версии, с бетчера. Здесь перешитый руль в хорошую кожу. Здесь ничего не трещит. Дверные карты не дребезжат. Музыка играет. Все шикарно. И вы не представляете, как я от этой тачки ловлю кайф. Она не мощная. Здесь там сто с копеечками сил. Здесь обычный атмосферный двухлитровый мотор, который ставится на все Subaru. Здесь обычная блокировка сзади. Колы, большие колеса. И вот это вот все, что есть. Но эта тачка способна дарить эмоции. Я всегда ценю в автомобиле такую вещь, которая называется вот этот вау-эффект, когда ты выходишь из своего падика. Он максимально зашкален на Mazda RX-8, когда еще особенно на нее ставишь мои вот эти диски-проститутки. Ты к этой тачке, даже когда она грязная, красная, на этих дисках стоит возле дома, возле падика, ты выходишь и у тебя такой вау. Ну ты себе там правда в колено стреляешь прибором своим. Но не суть. Здесь тоже есть эта история. То есть, вспомните, какой она была, когда мы ее вам говорили, вот, а тут помято, здесь помято. Да это был реально гадкий утенок с помятыми дверями, с кривым крылом. Вот такой вот весь какой-то, которого три года в лесу, не вынимая ему вот это, биба и боба, разминали ему анальное отверстие. А сейчас вот это просто серебряный ствол. Прям ствол. У нас давно пошла тема с универсалами. Мы сначала потренировались на блете моего братишки. Тачка, ну согласитесь, блетяо в инстаграме, палец, кстати, подписывайтесь на наши социальные сети, мы там много чего выкладываем. Там есть анонсы, все прекрасно знают, что там много инсайдов, так что подписывайтесь, ссылочка вот там в описании будет. Мы потренировались на блетяо, и мне хотелось из этого субарика сделать что-то подобное. То, что будет палиться на дороге, то, что будет вот стелить просто. То, на чем будет приятно ездить. И мне кажется, у меня оно получилось. Напишите нам, пожалуйста, в комментариях, получилось или нет, потому что, ну, все-таки тоже, это тоже важное мнение. Значит, прибегая к аналитике происходящего, ну, все прекрасно знаете, доллар там вверх ушел, мы вниз немножко. Не суть. Прибегая к аналитике происходящего, просто помониторив рынок, на данный момент, по сути, у этого автомобиля очень мало конкурентов. Полноприводный универсал, который выглядит не как вот этот беляш, пролежавший на полке 8 дней на вокзале в каком-нибудь из-пиздюйске. Это очень разные вещи. И вот здесь оптитрон, я не могу, у меня приборка этой тачки, просто я от нее кайфую. По оптитрону все красиво светится, моргает, все работает. Вот это вот, мне просто нравится, когда все работает. Когда вот этим вот мелочам уделено должное внимание. Когда ты обвес не просто прибиваешь на двухсторонний скотч, а покупаешь клипсы все на тачку за полтора косаря. И вот так на стекольный герметик аккуратненько, чтобы оно не ходило ни влево, ни вправо, ставишь эти порожки. Покупаешь вот этот резиновый молдинг, чтобы все везде прилегало, как завода. Когда к этому уделено должное внимание, тачка и смотрится охерительно. А когда ты, ба, саморез черный по дереву, туда, вот мой большой шуруповер, давай, на скотч, блядь, давай, приклеим здесь. Пойдет с баллона, дунем, блядь. А, не в цвет, даже не подобрали. Даже не подумали, что можно подобрать и в баллон закачать, и дунули. Это я пробчайзера, да, у меня так было просто. Не, я подбирал, я подбирал краску в баллоне, потом с тобой. Ну не суть, точнее наоборот суть, потому что из этого, сука, все складывается. И теперь мне на этой тачке, честно, я опять сделал то, что я делаю со всеми автомобилями. Я делаю их красивыми, и я не могу на них ездить, потому что я за них боюсь. Вот это самое херовое чувство, когда ты тачку собрал, когда ты просто вмотал огромное количество времени, бабок, всего, всех своих ресурсов, а ездить на ней жалко, потому что боишься, что где-то шоркнешь, потому что боишься, что где-то, блин, кто-то в тебе дверь помнет, ничего-нибудь еще. Ты, блин, да чё ж происходит-то такое. А аккуратно ездить, я даже, ну я сам себе не верю, что я могу аккуратно ездить. Не, могу аккуратно ездить, но это прям не моя, не про меня история. Да и когда у нас весна, сейчас будет 3 месяца луж грязного всего, и вот это вот, когда у тебя омывайка на максимум, и ты заходишь в магазы, покупаешь 5-литровые бутылки с водой, вот это вот все. Такая вот фигня. И опять прибегая к тому вопросу, а стоило ли оно того, пацаны, да стоило. Я такой человек, который, ну, я люблю видеть результат своей работы, и чем быстрее, тем лучше. И когда результат моей работы, моих вложений меня устраивает, я дико кайфую, когда я вижу изменения. Вот знаете, есть фотки до и после, да? Это моя любимая рубрика. Это прям я вообще офигеваю. То есть вот она была вот такая вот херовая, и вот такая вот она крутая стала. Я дико кайфую от этого всего, от этой движухи, от этих вещей, от субаристов. Субаристы, я всегда говорил про них, в хорошем смысле, это конченые люди. А когда у тебя самого субару, и ты в этой тусне еще варишься, я трижды могу сказать, что это вообще люди, которые, ну, вы можете с ними о нормальных вещах не разговаривать. Котиков с ними не получится обсудить. И там, типа, просто красная тряпка, это ЭВА валит. Вам 30 субароводов скажут, да, ты видел, когда последний раз ЭВА, это же единорог, оно же не существует, все, нет, пропало, украли. Ну, не суть, прикольно. Все люди помогают, кстати, первый раз я сталкиваюсь с тем, что коллективы сплоченные, то есть нет вот этой вот всякой какой-то дебилизма какого-то, все друг другу помогают. Никто не загибает, как у турвишников, цены на какие-то вещи там редкие. Типа там, порожки 30 тысяч, здесь тебе, братан, там 250, а шаурма полетели. Типа, вот это крутая штука. Поэтому я думаю, что следующая тачка будет Subaru. И да, скорее всего, это последняя серия этой тачки. Вы же помните, что мы копим на Крауна, и, скорее всего, будем выставлять этот автомобиль на продажу, либо на обмен, либо что-то еще. Но следующую хочется Subaru. А еще я очень скучаю по Мазде. Я прям скучаю по ней. Я, ну, до сих пор выхожу с подъезда, иду по двору и ищу ее глазами. Типа не Chaser, потому что я знаю, где он стоит, он не может во дворе стоять. Чувак, я его, типа, уже делаю три месяца, а именно в Мазду. Ну, хочется ее обратно вернуть. А самая лучшая тачка, вот, для семьи, для человека, который любит ездить красиво, любит ездить немножко по-драйверски, любит рулежку. Самый лучший выбор это Subaru. Я просто сам для себя вот этот вывод сделал. Во-первых, почему? Потому что запчасти недорого стоят. Во-вторых, салон максимально рассчитан на человека адекватного, с мозгами, и при должном расположении можно, если вы хорошо играли в Tetris, весь ваш гараж сюда упихнуть. И тачка сама по себе очень приятная. То есть, у меня были такие моменты, я катался на Прадосе одновременно, и на Субарике ездил на разных тачках, и всегда езжу по одной дороге до бокса. И я прекрасно понял, что на Субарике на полноприводном, там есть такие кочеряги, короче, на Субарике на полноприводном намного удобнее и комфортнее ездить. Даже братюне сказали, типа, ну, на Прадике сильно трясет, и ты едешь как-то под газом не так, а Субарик, он просто пробирается. Не знаю, с чем это связано. Наверное, с тем, что Субарик офиген. Вот честно, мне эта тачка очень сильно запала. Не хочется расставаться, но, скорее всего, придется. Так что, дамы и господа, я думаю, вы насладились внешним видом нашего Субарика. Я думаю, он вам понравился. Обязательно напишите нам в комментариях, как это, ну, в принципе, как вам тачка. Вот. С вами был я, дядюшка Борода. Жалко, что не получилось ни на что свапнуть. На это тоже есть свои причины, и о них я расскажу в следующем выпуске, когда у нас будет следующий автомобиль, который мы приобретем. Почему мы отошли от темы свапа от 3 литров, от 2 литров. Такие дела, собственно. Знаете, один из тех выпусков, который именно стоит закончить фразой «Такие дела». Так что, дамы и господа, до скорой встречи. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok